Российских футболистов, юных, будет тренировать паркурщик. Таким образом, собираются развивать таланты наших юниоров. Это решили в спортивной школе в Химков. Но пока это только эксперимент, конечно, наставники еще посмотрят, как это поможет развивать координацию, уменьшить количество травм у юных футболистов. Сейчас обо всем подробнее Илья Костин расскажет. В российском футболе есть проблемы, конечно, и решать их можно нестандартными способами. Вот, например, сегодня в Химках 12-13-летние футболисты тренируются под руководством паркурщика. Зовут его Влад. Влад, привет! Привет, привет! Как дела? Отлично. Влад, скажи, у тебя первый подобный опыт в футболе, да? Да, в футболе у меня это первый подобный опыт. Я провожу тренировку по паркуру и акробатике вводную на футбольном поле для химкинского футбольного клуба, да? Да, футбольный клуб Химки есть такой. Футбольный клуб Химки. Здорово, ребятам очень способны. Парни, а вам как? Нравится? Пока нет. Да, вам нравится. Отлично. Это тренер дает команду вот такую. Слушаются, лапцы. Нужно хвост подкинуть в небо вверх. Делается вот таким вот образом. То есть я подкидываю спину, подкидываю поясницу вверх. За счет этого и идет сам перекат. То есть я вот здесь подкидываю хвост наверх немножко. За счет этого идет крутка. То, что центр тяжести перемещается наверх, потом заваливается вперед. Сейчас поговорим с реальным тренером парней. Он снимает тоже эту тренировку на телефон. Видимо, в будущем будет использовать методики. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел вам пару вопросов задать, как тренеру команды. Ну, как вы смотрите вообще на то, чтобы гимнастика, паркур были вообще в принципе в футбольной программе? Ну, я посмотрю очень положительно. Очень положительно. Там многие моменты идут. И в игре способствуют правильному падению, чтобы меньше было травм. Поэтому очень положительно, очень хорошо. Я смотрю, вы тоже на телефон снимаете, да? Да, мне тоже очень интересно. Что отличается от того, что обычно у вас бывает? Да, во-первых, мы тут ничего не делали с мячами. И это было намного сложнее, чем мы делаем обычно. Наверняка же, да, кумир, а не российский футболист. Ну, да. А кто? У меня Лео Месси. О, а у тебя? Кокорин и Павел Мамай. Какой ты ж? Да. Ты хочешь пить шампанское, такой же другое, как они? Да, да. Ну, а так? Неймар. Ну, Барселон мне больше всего нравится. Понятно. Подобную методику тренировок с паркурщиком еще и с артистом цирка используют, между прочим, в Манчестер Юнайтед. Так что вот так Подмосковье перенимает британский опыт футбольный. Кажется, я знаю, кто еще поможет нашим футболистам. 33-метровый Будда. Он появился в Бурятии. Его высекли на скале. Сделали это для защиты, помощи нашей России. Он не только получил звание самого большого изображения Будды в стране, но и войдет в список самых больших Будд во всем мире. Новая святыня появилась в республике в 200 километрах от Байкала. Таклизма всевозможных бед, ненасти и принесет мир и гармонию также люди после.